Десногорск А сейчас об этих и других событиях подробнее. Воскресенье в Десногорске ярко и весело провожали зиму. Подробности в нашем следующем репортаже. Десногорск Никого не оставили равнодушными концертные номера с участием творческих дисногорских коллективов. Сударушек, Ивушек, молодого творческого коллектива ИЦМ «Десногорочки плюс» и ансамбля казачьей песни «Вольная станица». Программа праздника была яркой, насыщенной. Массовое гуляние пользуется у горожан успехом. Где еще на других поглядишь и знакомых повстречаешь. В этот день все друг друга, как и принято, поздравляли. Поздравляю вас с праздником широкой Масленицы. А я желаю всем нашим Десногорскам здоровья, счастья, благополучия и чтобы наша Родина процветала. С праздником, с Масленицей. Главное здоровья, силы, удачи и любви. Здоровья всем, удачи, любви, семейных благ, всего самого доброго, лучшего. С праздником поздравляю весь город, с Масленицей, с наступлением весны. Всем всего самого-самого лучшего, самого хорошего. Поздравляем всех! Пиком праздника было, как и полагается, сожжение чучела зимы. Зима нынче горела не очень долго, всего каких-то пару минут. Но и этого было достаточно для радости десногорцев. Самый вкусный весенний праздник завершился. По традиции наступил пост. 2 апреля в Смоленске в культурно-выставочном центре имени Тенишевых в 12.00 состоится 8-й фестиваль постной кухни. Участники приготовят постные закуски, салаты, основные блюда, выпечку, десерт и напитки. Жюри будет оценивать как вкусовые качества блюд, так и внешний вид приготовленного кушания. Принять участие может каждый желающий. Сейчас свежие новости нашего градообразующего предприятия. Смоленская АЭС много лет поддерживает дружбу со Смоленской епархией. 10 марта с визитом на атомной станции побывал митрополит Смоленский, Вяземский и Сидор. На встрече с ним работники САЭС обсудили вопросы воспитания молодежи, возрождения и укрепления православных традиций. Ростехнадзор подтверждает, что лицензию на размещение энергоблоков номер 1 и номер 2 САЭС-2 смоленские атомщики получат в сентябре. А пока в госорганах проходит процедура согласования документы по передаче лесного фонда в промышленную эксплуатацию. А также проводится экспертиза результатов инженерных изысканий. С сегодняшнего дня и по 25 марта в Смоленской области проводится первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Информацию можно передать круглосуточно по телефону доверия управления ФСКН. Телефоны и сайты управления вы видите на экране телевизора. В Десногорске продолжает действовать акция «Я выбираю МЧС». Воспитанники Дома творчества нашего города побывали с экскурсией в первой пожарно-спасательной части, где их познакомили с профессией пожарного и рассказали о его буднях. После путешествия больше половины ребят увидели себя в будущем в форме сотрудника МЧС. Два дня – 10 и 11 марта в Цессоне Итрино проходил городской конкурс по хореографии и вокалу «Знаете, каким он парнем был?», посвященный 55-летию полета Юрия Гагарина в космос. Подробности в нашем сюжете. В конкурсе приняли участие самодеятельные коллективы и отдельные исполнители таких видов художественного творчества, как хореография и вокал. Различные номинации, разные возрастные категории, формы проведения, но все выступления не больше пяти минут. В жюри конкурса вошли ведущие специалисты культуры и искусства, представители регионального отделения политической партии «Единая Россия». Выступления оценивались по 12 критериям. Конкурсантам пришлось нелегко. Лучшими вокалистами до 18 лет признаны Анастасия Чиркина и ансамбль «Жаворонок», руководитель Эльвира Арсенова. У взрослых исполнителей старше 18-ти Елена Ткачева и Андрей Моисеев. Хореография. Десногорские зори, руководитель Ольга Карпинская. Ансамбль народного танца «Веселинка», руководитель Татьяна Максимова. Ансамбль «Кураж», руководитель Анна Скорая. И эстрадный дуэт Дмитрий Козлов, Кира Скорая, руководитель Анна Скорая. Победители примут участие в областном этапе конкурса. 25 февраля детский хореографический ансамбль «Русь» музыкальной школы нашего города, руководитель Ирина Прудникова, принял участие в областном конкурсе «Таланты Смоленщины». Ребята выступили замечательно. По результатам конкурса ансамбль пригласили на фестиваль «Эпоха времени», посвященный 175-летию Дворжика. А сейчас новости спорта. В субботу, 12 марта, Десногорск стал столицей спорта. В спортивной школе в этот день состоялось открытое первенство города по самбо среди юношей 2002-2004, 2005-2007 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из городов Росла, Людемидов, Сафонова, Ярцева, Десногорск и посёлка Верхний Днепровский. Эти соревнования – подготовительный этап к первенству Центрального федерального округа. Команда сборной Смоленской области определена. Теперь ребята здесь ещё раз опробуют все свои домашние заготовки. И у них останется две недели, чтобы лучше подготовиться к этим ответственным соревнованиям. Борьба проходила на двух коврах. Участники старались максимально продемонстрировать свою подготовленность. В упорной борьбе десногорские самбисты завоевали много призовых мест. В своих весовых категориях лидирующие позиции одержали Денис Галачёв, Денис Яковлев, Максим Коваленко, Егор Артёменков, Андрей Груздов, Евгений Берг и Александр Виллисов. Победители и призёров наградили кубками, медалями и грамотами. Теперь они будут представлять город на первенстве Центрального федерального округа по самбо. А в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна за первенство по бомбинтону соревновались команды нашего города. Подробности в нашем следующем спортивном репортаже. Турнир под названием «Активной жизни. Активный отдых», в котором десногорские спортсмены соревнуются в мастерстве играть в бомбинтон, проходит у нас в Десногорске не впервые. В этот раз в нём приняли участие более 50 человек. Каждую школу представляла своя команда. У нас проходит второй этап школьных соревнований. Мы первый проводили уже в декабре. Это был пилотный проект. Сейчас доработали положение, изменили возраста. Дети уже тоже пришли более подготовленные, с техническими наглубоками, со знанием правил. Состязания проходили как в трёх возрастных категориях – младшей, средней и старшей, так и в командном зачёте. Бадминтон у нас в городе становится популярным среди юных спортсменов. Мне нравится бадминтон тем, что я недавно хожу на бадминтон, и мне нравится то, что там нужна реакция. Я занимаюсь бадминтоном уже два года. Мне нравится этот спорт за то, что он спортивный и помогает развивать технику рук и ног. В школах бадминтон включён в основную программу. Работают секции на базе второй и четвёртой школ. Также на базе полимерного завода существует секция бадминтона «Апрель», где занимаются и взрослые, и дети. Соревнования проходили целый день. После подведения итогов с очень большим отрывом по очкам лидировала команда школы номер 4. На втором – школа номер 2. Третье место у первой школы. На последнем – школа номер 3. Все победители в категориях были награждены медалями и почётными грамотами, а команды – кубками. В Якимовичской средней школе 5 марта состоялась матчевая встреча по боксу. В первом сельском турнире приняли участие спортсмены из Рославля, Десногорска и воспитанники школьной секции из Якимовичей. Победила дружба. Всех участников наградили грамотами, медалями и памятными призами. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова